Живность какая-то там, хата все внутри. Звати меня Геннадий, фамилия Шабрин, я беженец Донецка. В 14-м году я попал в полон военное училище, где нас содержали как военнопленных. Я сам штатский, я оказался там за прапор Украины, который я воздвиг на своей хате в день оккупации, когда пришли к нам россияне. 14-й рік, когда меня выкрали, это было 12 серпня. Путин повезли в наручниках, с автоматами, повезли меня в военное училище. Там мы в клетке находились с побратынами военными уже, хлопцами, которые попали в полон также при военных действиях в Старобешево. Там у нас есть такой район Старобешево. Их дуже сильно побили. Прошел месяц, и произошел обмен военнопленных. Но так как я не военный, а гражданское лицо, меня отец мой выкупил у боевиков за 5 тысяч гривен. Я попал до дому. Потом мы решили с семьей текать как можно быстрее с этого ада. Мы поехали на Днепр. Но там нам отказали в жилье, в помощи. И было дуже неприемлемо. Мне пришлось давать телеграмму на имя Порошенко, чтобы он помог нам, бизнесам как-то устроиться с ночлегом, где-то жить, что-то кушать. У нас был маленький ребенок на руках, моя дочь Мария. Ну вот телеграмма помогла, и нам дали в общежитие комнатку небольшую, 15 квадратных метров на трех. Там и существовали, выживали. Ну а потом, женщина все это надоело, вона сказала, я не хочу такую Украину. Вона забрала дитину и поехала назад в Донецк. А сколько вы жили в Днепре? Как? Сколько в Днепре вы жили? Два месяца. Два месяца я боролся с местными властями, писал им жалобы, чтобы они дали комнату больше, так как у нас маленький ребенок, а на 15 квадратных метрах, в трех, это просто жуткий ад. Но над нами надругались, ничего там не получалось. Поэтому женщина не захотела мучаться быть бомжом и поехала, забрала дитину. Батьки ее приехали и нас разлучили, скажем так. А я остался в Украине и в 15-м году я уже приехал сюда, в Вельховатку, до своего побратима, с которым я был в полонии, он меня запросил. Он был военностов? Да, он военностов. Потом я оставался здесь, потому что ни у меня ни кола, ни двора, ни денег, ни пенсии, ни работы, ни здоровья, ничего нету. Я оставался жить здесь. Очень тяжело. Поддержки от властей я не нашел никакой. Мне ничего не помогали. Ни дровами, ни оголем, ни грошами. А до кого вы обратились? До главы сельрады, до Петренко, которая Зоя... Забыл ее так называться. До УТЗН Управление труда социального захиста населения. Мне было отказано. Кажут, что вам не положено, так как вы не пенсионер, не ребенок, не дитина, не инвалид детства. И вам, как беженцу, не положены льготы на электричество, на уголь, на светло, на газ. Не положено жить вообще, не положено, покуда вы не состаритесь. Ни хаты вам не положены. Я в житловое коммунальное хозяйство обращался в Полтаву, чтобы предоставили мне жилье. Сказали, пришел лист, что там нема свободных помещений, чтобы предоставить мне жилье. Мне пришлось продать свои старенькие жигулы, вот семейные, и купить вот эту хату, если можно назвать это хатой. За 10 тысяч гривен. Документов я не имею, я не властник. То, что хата на мертвую человеку записана. Я просто проживаю, покуда я живу, и все. Живу без всяких прав на собственность. У меня нет пая, нет земли, у меня даже не орут грядку, потому что я же брак, и не могу оплатить трактор. Я также не могу пользоваться услугами врачей, так как нам нужно идти с деньгами, куплять лекарства. У меня нет ни денег, ни на лекарства, ни на протезирование зубов, ничего нет. Вот эти хозяйства, врачи, картофель, вот. Я целый, ни температура. О-о-о-о. Вот вы тут купаетесь. Купаюсь я к тебе, сейчас я не купаюсь, сейчас я воняю, я не купаюсь. Мне не холодно, я простыну. Ну тогда понятно. Вот, ты уманил. Вот правильно машина, а толку, тут ни воды нету. Туалет я поставил, чтобы не быть россиянином, не ходить в ведро, как русские ходят. Я сказал, я поставлю туалет себе. Я не хочу быть вот этой заразой русской. Я буду ходить в туалет, как бы я бедно не жил. Ну, сам заработал канализацию, выкопал, купил трубы по 70 гривен, купил, отказывал себе, чтобы что-то купить, поезти, купил вот этот пластпас. Унитаз 360 гривен и трубы по 70. Сам занимался монтажом, сам выкапывал яму, кидал туда тракторные колеса, покрышки, мне не дали люди, старые покрышки. Я ничего не прибираю, я живой, как я живу. Тут нема ни шкафчик, где повесить, нема ничего. Лампочка на 40 ватт я экономлю, чтобы не платить за электричество, мне не за что платить. Поэтому я покупал самую слабенькую, и у меня уже зир слабый стал от этого, я в темноте сижу. Я включаю только один телевизор, покажите, вот дитина моя, это я. Останний раз я бачил дитину, это останний снимок, вещь я дитину не бачил. Это отец Андрея, он помер, вот в этом Стасове небесное, вечная память. Ой, мой лучший приятель. От коронавируса помер. До конца был на своей вахте, он не боялся, он ходил в церковь, службу Богом и отдал все. Ну, Господь забрал. Господь дал, Господь забрал. Это мне горько, если бы ветеринар приехал, а у меня денег нет. Так их, как, почистил. Тут же половина, тут же доливка, тут нет окна, я не могу проветрить, дышать кислородом. Мне надо евроокна открыть как-то, оно все заберет. Печь, она чадит, ее надо убрать и сделать, у меня нет денег, чтобы отремонтировать печь, чтобы печника пригласить, это же гроши все. Вот так я живу, шесть роков, вот так живу, вот так и живу. Из года в год мне здоровье хуже, 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 а тут коронавирус еще. А он подкосил конкретно подкосил. А это я вот с парашютным спортом занимался. Я не был бомжом раньше, у меня все было, вот и спорт был. Вот я и прыгал, и маю другий разряд по парашютному спорту. Вот в соревнованиях участвовал, в городских, вот. Бачите, это Донецк, в Моспино. Вот тут я, первый мой прыжок, я взломал ногу на первом прыжке. Был очень сильный ветер, до 12 баллов, порывистый. А семью можно? Семью, я жену не буду показывать, вот и ты моя, то, что я не хочу. Это я, да, выход, я был спортсменом, я занимался серьезно. Я же думал, что будем жить нормально, это я работал спасателем ВГСЧа в Донецку. Вот мы на соревнованиях заняли первое место, нам премию выплатили. Вот он я, вот тут мне 27 лет, вот это на швидку в Донецку роблю. Принимал роды, помогал кушерке, девочка народилась, жива, здорова, уже в ней головка полезла, на осенне встала. Фельдшер говорит, Гена, тормози, принимаем роды. Я по команде затормозил, по рации сообщил, что мы принимаем роды, и приехала другая карета. Ну, роды мы приняли, так что я хрещенный батько твоей дитины, что она родилась. Вот, потом я в шахте возил вот этих, сейчас, которые боевиками стали, шахтеров. Вот я автобус на шахте работал, водяем. Это дитина моя. И тут месяц, не помню. Как я бачу по фотографиям, Высоцкого любит? Да, это мой кумир Владимир Семенович. Ну и все. Это я на парашюте. УТ-15, кто понимает, управляемый парашют военный. Вот. На соревнованиях. А это я вот голосовал, вот помаранчевая у меня стричка. За Ющенко, я же не хотел того зэка выбирать, понимаете. Чтобы Янукович... Я не Ющенко того не хотел, я знал, что это банкир. А лучше из двух зол выбрать меньше, поэтому я голосовал за Ющенко. Ну и так и оказалось, что война не оправдала то, что он сказал. Тремал сердце, руку били сердце. Так что война и началась, понимаете. Как оно получилось, так оно получилось. Это автокрановщик, вот это мой экран, работа моя. Я сам фотограф детинства, я принимал участь глазами юных. Занял второе место в Москве, это еще в Природянском союзе. Ну, это мой брат, моя пламенница, она в Москве живая. Это Настя, это мой брат старший, он пенсионер. Вот это мой кум, ну, сейчас теперь никого в меня нет. Все, это, я ничего не хочу, все. Мне нужна вода пить, чтобы колодец был, чтобы я мог помыть, чтобы я мог скотину нагодовать. Идите, хозяйце покажу, говорят, что балакучого тапа покажу. Хлопцы, вот у меня, видите, хозлики, какие цапы. Это барон говорящий, балакучий. Он разговаривает, какие звуки, говорит. Вот, никак не могу продать. 500 гривен дорого. А что, как мне их готовить, я не знаю. Хожу на сбирки, он сбирает кукурузу, на зиму, чтобы было. Да, по трошки, дерь, 0,5 сотки, 0,5 сотки. Вот это моя грядка, я копаю лопатки. 0,8 соток, ну, я только 4 могу, больше я не могу лопатки. У меня здоровья нет, столько робить. А еще в мае я переболел на ковид, я так понимаю, что мне так было погано. А надо было и худобу доглядать, и готовить, и себя обслуговывать, и садить. Это было страшно. Это было страшно просто. Его же требовал апрель-май, а я посадил аж червень. Червень, так. Июнь, а он не вырос. Я успел вырос. Такий вот гидкий получился. Ну, ничего, что ж, как-нибудь. Тут старенькая жена жила, она померла, ей 90 лет было. И они постоянно, у нее дворе и кури их, и индики, вся живность, и она не могла с ним никак справиться. Я купил этот участок, и со мной та же ситуация. Я не могу ничего сделать. Поедают мои урожаи, и все. И говорят, а что тут такого? Только я приехал, они помогали мне, и дрова ризали, свои дрова отдавали, дерева. Ризали их бензин, все было, и мастило их, все было. Допомогали и продуктам, и сахар давали, и муку давали, и одяг давали, там, какой-то там. Потому что, смотрите, в чем я ходил. У меня нет ни шкарпеток, я босс, и у меня трусов даже нет, мне не за что купят. Вот там я и хожу, это мне отдали, месяц не проходит, все, они раз порвалися. Новые были. Вот. Мне надо помыться, мне надо, чтобы баня была, чтобы у меня одяг был. У меня этого нет, ничего. 20 гривен пакетик оцей. Я ж не поеду, мне же на автобус надо 70 гривен, а где их же? Ну, то че автобус? Старая, это и сестра, а то и сестра. Это зирочка. Вирочка. А то зорька. Стань, зорька. Стойте, стойте. Стойте. А, покажи, какая-то. Покажи, покажи. Покажи, какая-то. Вот. Вирка. А то, это белка. А это маляка. Это мои кизы. Оце молоко меня спасало, кизы меня виручают. Я их годую, а они потом мене дают. Пузлят, сапев, киз, молоко. Я их не режу, я не могу. Я так продаю. На расплит кому-то, чтобы их не ризали, а брали, как на расплит. Ну, не берут, нет купца, или вот это коронавирус, или что, никто не едет. Мне 50 лет. По профессии я водитель, автокроновщик. Именно в селе такой специальности, не, намагался водитель, но они мне ответили, что своих нечем трудоустроить, занять работой. То есть лишние и так. То есть одна людина у них, получается, робит и на тракторе, и на бензовозе, и на комбайне. А брати больше не хотят. А инвестор сюда не заходит в село. Потому что земля расплитана, коровы дохнут, свиньи дохнут. У меня свиноматка пропала, 200 килограммов. Потому что в 17-м году я писал заявление в милицию, чтобы вы приехали, вызвали ветеринаров. Потому что кто-то разбросал труд из охотников, что они поедают в них кукурузу. И страшное, что было в 17-м году. Компенсации я от государства никакой не получил. И мне было очень сложно выжить вообще. Помощи никакой не было. Единственное, что громадские работы были. Я вот это отримывал. Сначала минимальная была, 1000 килограммов, а потом уже 3 тысячи гривен, без подоходного налога. Это мне как-то выручило один раз, и все. Я купил хоть бензопилку, чтобы дрова резать. А это в каком году вы на громадских работали? Это в 16-м году, 17-м году, 18-м году. Я пробовал главу сельрады устроить меня пожизненным прибиральником, так как я уже делал прибиральником на громадских работах. Но они говорят, что Кобеляцкий район не дает вакансию, так что не хватает жителей, что тут прибиральник не нужен по штату. Но это все вранье, потому что мусор то лежит. Зупинку требует убирать. Оливой славой требует убирать, прибирать. А что же воно? И какая площадь в гектарах? Большая, огромная площадь. Но прибиральник не положить. Вот это мне была такая ответственность. А держите связок с с семьей? Нет, я с ними не держу, так что они поддерживают политику России, я с ними не держу вообще вообще. А дитину вы свою последний раз когда видели? Бачил я в последний раз в 15-м году. Это и сколько было лет? Ей было 11 лет. Больше я ее не видел и не слышал. Это ей сейчас уже 17 лет? Так. Вона не хочет спілкувать, потому что я денег не присылаю, а вона как алименты, мы с женой не живем. Все, мы разбежались. С первого по росту продавки коросят три тысячи послал дитине, послал через Марьинку. Батьки приезжали по пенсии, как-то передал. А потом мне все, руки опустились. Ну а взагалі, вы пробовали связаться с дочкой? Вона отключила свой номер, а матуся не бере слушавку, как я звоню. А с батьками? А батьки тоже не знают. А батьки звонят, я не хочу с ними пообщаться. А вы с своими батьками не хотите спілкуваться? Я не общаюсь просто. Не хочу с ними общаться. А они на чьей территории живут? В Донецке живут. Вони получают, у них паспорт в России, у них пенсии, там я не знаю, что там. И тут получают, приезжают, и тут получают. Ну, они старые, я не знаю, даже живые они, или нет, я не знаю. Я жил в таком элитном районе, в зеленом, скажем так, в Донецке, в центре города, частный сектор. А кругом много этажки, это забудова все, новая иди. И там стали приезжать москвичи, стали приезжать москвичи и отстраиваться, гнать коттеджи. В прямом смысле, с Россией. Это 12-й год. 12-й год, и меня это привожило, я сообщал в СБУ, я им сказал, они разводили руками, они сказали, а что тут такого? Я говорю, а что вы не понимаете, что тут такого? Ну, как вы не понимаете, что тут такого? Вони укореняются, они набивают частную собственность, землю, потом их дети тут родятся. Ну, вот так и пошло. Я решил, что я вывешу флаг Украины и на том буду стоять. Мне сказали, сними ли тебе приедет БТР, расстреляют хату. Ну, из хаты. Я говорю, что будет, то будет. Я не хочу в страхе жить. Я не буду жить с позором и с этими варварами. Не хочу. Я побачил, что они лезут с автоматом через забор, через паркан. Я быстро в подвал спустил дитину, жену, и закрыл их. Я говорю, сидите, не высовывайтесь. А тот зашел, наставил на меня автомат с подствольником, гранатометом, мином, как он называется. И приказал мне не лягать. Я говорю, уходь, ведь селя тут дети, тут нема никого. А прапор же висит один на фиртке, другой на даху, крыша. А он направил на сердце и говорит, держит. Я вижу, что у него глаза. Ну, хора людина. Я не знаю, наркоман он, или не наркоман. Потом он перевел ствол на ногу правую у меня. Я поднял, что сейчас будет выстрел. Но я тогда лег на пол, и тогда та хора зашла уже и надела на меня наручники. Это, оказывается, как, когда они везли меня в машине, оказывается, они живут в Киеве. Один проговорился, что жена в Киеве, и он все разумеет. А я же из-под текста слова-то запоминал, что в Киеве жена. Получается, что он сюда, в Донецк, приезжает, как на работу. Понимаете? Убиватый, котоватый, а потом он спокойно переодевается в штатское и пересекает наши посты и едет с собой до дому. Вот что страшное было. Это было страшное. Как наемник. И СБУ это знали, но почему-то их не арестовывали. Может, они завербованы, я не знаю. Там много секретов. Но это не нужно говорить, я не знаю. Меня как справочник, который расстреляли людину, например. Ему садили четыре кули в ногу, одно встегну. А по меру он не чинил. И надели на него наручники. Он кричал, говорит, мне жмут наручники. Они смеются. У тебя же кули сидят в ноге, а ты кричишь наручники жмут. Вот такое. Понимаете, а вот ждать чего-то хочется, ждать. Проснется народ, не проснется народ. Там все понятно, там они нас ненавидят. Это сто процентов. Никто их возвращать, никуда не возвращаться, не будут у них руки в крови. И представьте такую ситуацию, что вот та людина, которая убивала нас, и она приедет сюда делать, и ей ничего не будет. Это ж зверя, зверя. Не, а для себя, вот ваша жизнь, а что вы надеетесь? Для меня нет. Я же ушел по тому, что я не люблю вот этот русский мир. Он навязан, он мне не надо. Я хочу свою мату державу. Державу, но державу с верховенством права, а не такую, как сейчас. Разумеете? И у меня все обернуло. Все пропало. Все опустилось. Все. Я больше ничего не хочу. Вот паспорт Гамадина Украины. Вот паспорт Гамадина. Это папка. Тут 90 грамм ростов. У нас больше 600 грамм. Это отказы. Это все, что они пишут. Я прошу помощь. На хату, на мебель, на нижнее белье. Ну, чтобы предметы первой необходимости. Вот я звертался дважды. В администрацию президента. И вот это, чтобы показать эту картинку для Кремля. Вот смотрите. Все напали. Это мы напали. На свою землю мы напали. Живность какая-то. Я прошу помощь. Я прошу помощь. Продолжение следует...